Дорожная техника работает практически без перерывов. Ремонт одной из главных улиц Богородицка, улицу Ленина, она ведет от городского парка до центральной площади. Рабочие планируют завершить в первых числах сентября. Помимо проезжей части, капитально отремонтируют и пешеходные дорожки. Такой подарок ко дню города делают на средства фонда «Перспектива». Он работает под патронажем губернатора. В этом году в Богородицке благоустраивает и местный парк. Живописное место напротив дворца Бобринских долгое время было в запустении. В этом году здесь замостят плиткой пешеходной дорожки. Вдоль них установят лавочки, фонари. Центральная аллея почти готова. Часть средств на благоустройство парка выделили по программе «Народный бюджет». Еще часть – по новой федеральной программе формирования современной городской среды. Здесь получается порядка трех с половиной километров бортового камня и четыре триста метров квадратных хорошей знаковостойкой плитки. Часть работы, вы видите, уже на основной аллее что-то выполнено. Но основные работы сейчас как раз поедут в основном. На благоустройство парка в этом году направят около 9 миллионов рублей. Алексей Дюмин осматривает ход работ. Напоминает главе администрации – деньги району выделены большие. Все должно быть выполнено качественно и в срок. Чтобы это была точка притяжения, и действительно, чтобы здесь было красиво, и действительно, чтобы здесь люди приходили, отдыхали комфортно и безопасно. Вот сделайте это все и контролируйте. Срок окончания работы – 1 ноября. 1 ноября. Значит, по улице – 1 сентября. Устройки надо выдерживать. Благоустройство городского парка продолжится и в следующем году, обещает горожанам Дюмин. Они благодарят за внимание крайцентру. Таких масштабных работ в городе не было давно. В следующем году в парке перейдут в порядок набережную вдоль пруда. Сам пруд планируют почистить. А в парке Алексей Дюмин поручает дополнительно установить детские качели и карусели. На следующий год будем площадь Ленина вам делать красивую, чтобы была современная. Потом сейчас здесь будем делать изюминку, чтобы и детишкам, и взрослым было приятно. Спасибо. Дорогу. Деньги нашел вам, кстати, в небюджетную, чтобы… Мы заметили очень. За это пришли сказать вам спасибо. Окажут помощь и местным предпринимателям. В парке семья Багаратчан взяла помещение в аренду. В нем организовали тир и небольшую сувенирную лавку. Но в здании нет воды и отопления. Этот вопрос проработают, говорит Дюмин. Проблемы жителей Богородицкого района продолжают обсуждать в местной администрации. По числу жалоб, которые поступают от жителей в адрес правительства области и губернатора, Богородицкий район занимает первое место, отмечает Дюмин. Люди жалуются на качество дорог. Вадим Игонин отчитывается. На ремонт муниципальных дорог в этом году выделена беспрецедентная сумма – 52 миллиона рублей. Свыше 92 миллионов направят на ремонт дорог регионального значения, которые проходят по территории района. В порядок приведут 18 километров. Алексей Дюмин просит при формировании программы ремонта дорог на следующий год учесть мнение жителей. В первую очередь обращать внимание на дороги, по которым ездят школьные, автобусы, скорые. Жалуются богородчане на большое число аварийных деревьев. План по их ликвидации губернатор поручается оставить в ближайшие дни. В этом году мы уже договор на 200 тысяч заключили. На сегодняшний день 32 дерева ликвидированы. Видя такую проблему, мы недавно при уточнении бюджета предусмотрели еще 500 тысяч. И сейчас будем заключать контракт на дальнейшую пиловку. Много вопросов по водоснабжению, аварийному жилью. В этом году в Богородицке задут 4 новостройки, расселят 14 аварийных бараков. Федеральная программа завершается. Будет ли продолжена, пока неизвестно. Но переселять людей из аварийных домов не перестанут, обещает Дюмин. И добавляет ни одно обращение. Жители региона не должно остаться незамеченным. А для этого местные чиновники должны слышать население. За бездействием будут наказывать. Надежда Милехина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.